В конце 19 века Это было время, когда Ульям Каре отправился в Индию. Господь воздвигал великих проповедников Сперджина, Макларена, Паркера, Эвенса и других, которые проповедовали, которые провозглашали Бога. Например, один из таких самых известных проповедников Муди, который очень много путешествовал, который обращался более чем к 100 миллионам людей. Уже в новое время только Билигрэм к большему количеству людей проповедовал, но Муди очень много людей обращался. И говорят, что лично он общался и говорил с семьястами тысячами проповедников. 750 тысяч людей примерно. Это количество, с которыми он лично беседовал. Не знаю, кто подсчитывал. Он беседовал о спасении веры. И один из критиков говорил, что Муди сократил население ада на миллион. Он настолько активно работал и призывал к Господу. Очень активно проповедовал. Очень интересные проповеди Муди. Тоже стоит того, чтобы прочитать. Правда, он нарушает все правила гомилетики. Потому что по правилам надо как-то 2-3 иллюстрации проповеди Амуни. 20 иллюстраций бывает. Поэтому это так непривычно немножко свой стиль. Ну, великие проповедники могут сами позволить формировать стиль. Он действительно сделал очень много в проповеди Евангелия. Нам может быть более известен Спержин. Вот вы, наверное, все помните и знаете Спержина, того, кого называют королем проповедников. Хотя Спержин проповедовал в свое время для своих людей. И, наверное, сейчас не всегда нам даже просто и легко воспринимать его проповеди. Я как-то рекомендовал братьям на одном семинаре читать проповеди Спержина. Один брат потом мне говорил, ну, я ничего не нахожу. Я не могу понять его проповеди. Стиль совершенно неподходящий, непонятный. Просто трудно даже читать. Действительно, немного другой стиль. Тем, кто не привык читать, особенно, может быть, помоложе кто-то из братьев, сложновато воспринимать даже Спержина. Но проповеди Спержина отличаются тем, что они просты. Вот и большого образования не нужно, чтобы понять их. Это они обычно просты по структуре. Три пункта, да. Если вы смотрели проповеди Спержина. Три пункта. Разбивка и связь такая простая между проповедями, между пунктами. Проповеди Спержина оригинальны. Так же, как мы говорили когда-то о проповедях Иисуса Христа. Вот новизна какая-то есть. Мы не знаем, чем закончится. Начинает и красиво распространяет. В проповедях Спержина есть эмоциональность. Вот он эмоции вкладывает. Не только интеллект в своей проповеди. В то же время, хотя проповеди его возвышены, красивы, он глубоко, высоко говорит, они просты. И он применяет к жизни то, о чем говорит. Он знает духовные проблемы людей. Он знает, что им нужно, в чем они нуждаются, поэтому его интересно слушать. Ну и проповедь Спержина, привязанная к Библии, он ясно, четко старается преподавать истину и преподавать Библию такой, как она есть. Но мне лично нравится стиль. И иногда читать проповеди Спержина, это все одно, что слушать красивую музыку. Вот некоторые отрывки из ее проповедей, особенно в хорошем переводе. Или если вы можете прочитать в английском. В английском они даже сильнее. Вот я читал некоторые проповеди Спержина в английском, конечно, они намного красивее, нежели то, что мы имеем в переводе. Вот, например, хочу прочитать небольшой отрывок проповеди о поклонении. Называется проповедь «Утренние и вечерние песни». Очень красивая проповедь. Вот, кстати, одна из красивейших проповедей Спержина – это «Песни в ночи». Очень красивая тоже, которую стоит послушать, как музыка. Вот смотрите, как он начинает первый пункт разрабатывать. Итак, прошу вас обратить внимание на слова утреннего поклонения. «Возвещать утром милость твою». Сложно себе представить более подходящее время для прославления Бога, чем утро. Все располагает к этому. Даже в наших кирпичных джунглях лучи восходящего солнца летним утром подобны песни. Песни без слова. Или, скорее, музыки без звуков. Когда за городом каждая травинка блестит каплей росы. Когда деревья, окрашиваясь светом восходящего солнца, сияют словно сапфиры. Когда тысячи птиц пробуждаются для прославления своего Творца и исполняют грандиозный концерт, вкладывая в святой щебет всю энергию своего маленького тельца. Тогда кажется, что только хвалой можно начать утро. И только с благодарностью можно, открыв глаза, смотреть на Божий мир. Мы с вами не так давно проснулись. И если находимся в правильном состоянии ума, должны быть благодарны Богу за ночной отдых. Каждое утро похоже на воскресенье. Ложась ночью спать, мы оставляем одежду рядом. Так и наша душа остается без тела, как мы без одежды после нашей смерти. Утром мы просыпаемся. И если утро воскресное, то одеваемся не в рабочую, а в выходную одежду. А когда воскреснем, наподобие нашего Господа, то мы точно так же не станем возвращаться в старое тело, обречемся в новое, в котором мы будем так же прекрасны, как сам Господь. Каждое утро мы словно воскресаем, встав из постели, которая могла бы оказаться водром смерти. И поэтому должны начинать каждый день с благодарности за то, что тень смерти осталась только тенью. И так далее. Или вот маленький отрывок из его проповеди о прославлении, искусство прославления. Что делать, когда на улице плохая погода? Благословите имя Бога за то, что она не настолько плоха, какой могла бы быть. В конце концов, нас не покрыла египетская тьма. Солнце время от времени выглядывает из-за туч, и у нас есть уверенность, что оно не погасло. Когда мы больны, давайте благодарить Бога за то, что болезнь не вечна. Ибо есть место, где люди никогда не болеют. И если сейчас ваши арфы висят на вербах, снимите их. Если вы давно не прославляли Господа, начните делать это сейчас. Я скажу вам следующее, братья. Если вы согрешите в том, что слишком много будете прославлять Бога, то придите ко мне. Исповедуйте свой грех, и я стану священником, и отпущу вам ваше беззаконие. Я еще никогда не пробовал себя в роли священника, но думаю, что я справлюсь. Вот так красочно, ярко, красиво Спеджин говорит о прославлении. Вот он написал очень много проповедей, произнес больше 3560 проповедей. Они составляют 63 тома проповедей, которые опубликовались в церкви в Лондоне, где он проповедовал. На русский язык переведено еще очень немного проповедей. Вы знаете, есть такие сборники. 12 проповедей о прославлении, о послушании, о сердце, о верующем, о Христе, о крестных возгласах Христа и так далее. Ну, если мы перейдем, мы уже закончим 20 веком. В 20 веке, конечно, проповедь, авторитет проповеди сам, скажем, упадок. Можно назвать даже упадок в какой-то степени. Потому что раньше проповедь была, или кафедра была единственным авторитетом. Вот люди шли в любых случаях, при любых проблемах. Если в веткозаветнее время они шли к священнику, в новозаветнее, они шли к пресс-фитеру, к пастору, к священнику для решения своих проблем. Но сейчас у кафедры много конкурентов. Сейчас есть психотерапевты. Если у людей проблемы, они предпочитают идти заниматься психоанализом или каким-то другим специалистом решать свои проблемы. Зачем кафедра? Вот сейчас есть телевидение. Вместо того, чтобы слушать проповедь, люди включают и слушают ведущих на телевидении. Они являются для них своего рода пророками, провозглашают им свои истины, развращают людей и отталкивают людей от проповеди. Сейчас даже сложно слушать проповедь. После того, как посмотришь рекламу, телевидение, все яркое, блестит, красочное. Приходишь, и церковь выглядит, как, кто-то заметил, как пожелтевшая черно-белая фотография в сравнении с этим цветным миром. И сейчас намного и намного сложнее. Сейчас проповеди нагоняют часто в скуку. Как выдержать? Как можно слушать 20 минут без рекламы? Проповедь даже рекламы не прерывается. И чтобы как-то вдохновить, ярче сделать. И сейчас все сложнее и сложнее слушать и провозглашать проповеди. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Но тем не менее, несмотря на сложности и критику, на проблемы, я думаю, мы должны ободриться и оставаться твердыми в своем служении. Потому что есть проповедники, есть проповедь и есть результат. И Господь призывает людей к себе. И люди спасаются благодаря проповеди. Благодаря проповеди Евангелия. И есть много, может быть, в нас не настолько сильное пробуждение, хотя мы тоже пережили это со временем перестройки, когда много людей пришло к Господу. Мы знаем другие места земли, скажем, та же Бразилия, где очень много людей обращается к Господу. Вот поближе к нам, Монголию взять. Лет 15 назад, 20, там не было ни одного верующего практически. Но лет 5 назад я там был, и там уже где-то 1012-15 верующих. В основном молодые. И они славят Господа, молодые христиане. То есть проповедь и Слово Божие не возвращается к нему тщетным, братья. Что бы мы ни говорили. Господь действует, Господь воздвигает проповедников. Сегодня тоже есть известные проповедники. Наши отцы, геды, если вы изучали историю братства нашего, вы помните Проханова, Павлова, Карева и многих других проповедников, которых смело, дерзновенно проповедовали, ярко проповедовали. Ну, мы знаем известного проповедника, самого известного проповедника 20 века Билигрэма, который проповедовал многим людям, и который провозгласил истину миллионам людей, и многие люди спасение получили. Вот я даже взял такой небольшой проповедь Билигрэма, и отрывочек один хотел прочитать. Для сравнения, вот мы слушали проповеди Златоуста, проповеди Сперджина, и вот сейчас сравнение, современная проповедь, как она звучит. Вот послушайте, вот коротенький отрывочек из проповеди Билигрэма. Здесь он разбит на несколько текстов, на несколько разделов его проповеди, и один раздел искупления. Крестом Христовым мы обретаем искупление. Апостол Павел говорит, не знавшего греха он сделал за нас жертву и за грех. На заместительной жертве Христовой наше искупление основано. Христос умер за наши грехи, согласно Писанию. На этой искупительной жертве Христа, замещающей наш с вами грех, держится все Евангелие. Именно это отличает христианство, единственную искупительную веру от прочих религий. Английский историк и социолог Тойнби, автор теории о причинах взлета и падения цивилизаций, рассказывает, как одна китаянка присматривала как-то за детьми в христианской семье. Родители заметили, что няни от чего-то не по себе и спрашивают, в чем дело? Та отвечает, я вот одного не пойму. Вы такие добрые люди, детей своих любите, а на стене у вас картина, где жутко истязают какого-то преступника. Руки-ноги гвоздями пробиты. Разве можно это детям показывать? Они в этом возрасте такие впечатлительные. Самое интересное в реакции этой няни Китаянки на изображение распятия пишет Тойнби, что точно так же отреагировали бы на него античный грек, римский стойк, философ, эпикуреец. Даже такому видному историку, как Тойнби, равно как и другим интеллектуалам, проповедь о кресте и искуплении зачастую представляется некой глупостью. Миру импонирует образ Христа, но только мистически загадочного или романтически бунтарского. Библия же призывает нас к распятому и воскресшему спасителю. Христос для того и родился в мир, чтобы пострадать и умереть ради грешников. Его смертью Бог искупил грехи людей и по замыслу своему воскресил его из мертвых, даруя спасение всем желающим покаяться и уверовать в него и так далее. Проповеди Билигрэма отличаются своей простотой. Такой понятный язык. Вот есть интересный сборник проповедей. Послушайте, называется сборник такой проповеди, который он произнес когда-то в Нью-Йорке на евангелизации. В течение 10 дней шла евангелизация. И он каждые вещи произносил. Очень такие яркие, понятные, простые, настолько простые проповеди. Просто удивляюсь. Он такой большой проповедник. Я помню, когда Билигрэм приехал в Москву, первый раз я там был, такая конференция была такая большая. Не первый раз, но первый раз, когда собрали уже конференцию после перестройки. Некоторые братья удивлялись, послушали, говорят, а что так просто? Они думали, что Билигрэм скажет что-то необычное, вот чего может даже и в Библии нет, что-то новое. А Билигрэм так просто ясно о Христе сказал. Но в этом была сила. Потому что сила наша не в том, что мы скажем что-то яркое и необычное, а в том, как мы верим. Билигрэм твердо верит в истинность, богодухновенность, священное описание, и передает это. И это производит свой результат. Вот поэтому и проповеди его имеют силу. Вот поэтому мы проповедуем, зная, что проповедь не возвращается к нему тщетным. Вот и заканчивая вот этот раздел, я хочу прочитать такие ободряющие слова, которые произнес Мартин Ллойд Джойст, Джонс, тоже один из известнейших проповедников 20 века, английский проповедник, в своей книге «Проповеди проповедники». И он в своей книге поделился убеждением относительно проповеди. Он сказал, «Для меня служение проповедника – самое высокое и великое призвание, к которому кто-либо, когда-либо может быть призван. Если я и могу сказать сегодня без малейшего колебания о самой большой нужде церкви сегодня, то я скажу, это истинная проповедь». И в заключении книги он провозглашает, «Нет ничего подобного этому. Это самая великая работа в мире, самая волнующая, самая захватывающая, самая прекрасная». Братья, почему бы нам не совершать эту самую прекрасную, великую работу в мире? Пусть Бог благословит вас это делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok